Церемония разрезания красной ленты Расул Качкарбаев уже думает, менять ли профессию. Он художник-постановщик, художник-декоратор. Изготавливал реквизиты для таких фильмов, как «Курманжан Датка», «Кентавр». Теперь его зовут в новую анимационную студию «Крыгысфильма». Здесь студия, достаточно хорошую такую мастерскую сделала. В принципе, почему нет, да, вот сейчас, пока идут разговоры, какой сценарий мы будем делать, что именно будем делать. Ну, еще и команда мне нравится, потому что команда – все наши художники. Мы, наверное, всей нашей компанией, может быть, возьмем все. Просто очень труд большой. Допустим, один мульти где-то, два надо будет рисовать даже. Это в количестве 6-5 человек, да. Это по 12 часов работы, там немного перерыва и все. Работа аниматора очень кропотливая. Иногда в день нужно создавать до пяти персонажей. В 21 веке на помощь приходит техника. На компьютере можно и нарисовать персонажа, и оживить. Вот здесь есть специальная программа, да, добавляем кадр. И мы немножко двигаем, да, его. Вот как бы сюда воздух делаем. Можно вообще просто вырезать, немножко подвинуть. Есть разные возможности. Можно его перерисовать. Ну, мы вначале делаем изменения в губах, в глазах. Но это уже как бы следующий кадр, следующий кадр. Небольшие изменения вот так, да. Первый анимационный фильм в новой студии обещают выпустить уже в ноябре этого года. Однако он не будет для широкого проката. Его посвятят 40-летнему юбилею первого кыргызского мультфильма «Цифры спешат». А полноценный мультфильм для маленьких кыргызстанцев аниматора обещают представить в следующем году. Рабочее название картины «Сила в единстве». На следующий год мы в бюджет включаем и подготовку кадров, 10 кадров. В общем, 20 человек уже в будущем году будет работать, дай бог. И новые технологии, 3D там и больше, побольше, сколько нам надо будет. Вот нам обещает руководство, правительство республики включить. На следующий год в бюджет приобрести новые технологии. Вот тогда уже мы начнем со следующего года, уже нам министр сказал, давайте начнем с малых эпосов. В советское время «Кыргызфирин» в год выпускал 2-3 мультфильма. К этим показателям и будет стремиться анимационная студия. В первую очередь, говорят здесь, свою продукцию будут показывать на телеканалах. А мультфильмы любят и дети, и взрослые. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС.